В стенах Дальневосточного юридического института открыли учебно-методический центр по противодействию экологической преступности. Сделать это удалось при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда природы. Сохранение краснокнижных животных, мест их обитания и борьба с браконьерством – важные условия, которые помогают избежать ухудшения экологической ситуации в Приморье. Однако потребность высококвалифицированных специалистов в этой области растет, так как ущерб от браконьерства увеличивается. Преступность не спит. И, соответственно, конечно, она сегодня шагает семимильными шагами. То есть в развитии своем она тоже где-то ускоряется в плане того, что у них и новое оборудование, и все эти моменты, что касается пилотируемых даже средств, которые сегодня тоже, кстати, занимают очень большую лепту в браконьерстве. Чтобы противостоять браконьерам, правоохранительные органы должны идти на шаг впереди. С этой целью и был создан современный центр с высоким техническим уровнем. Теперь курсанты юридического института и студенты других образовательных учреждений смогут получить больше актуальной информации по правовым аспектам охраны природы. А главное, полученные знания смогут отточить на практике. Они будут приглашать наших специалистов в качестве сторонних преподавателей, то, конечно, в первую очередь на какие-то практические занятия. Кроме того, в сотрудничестве с другими образовательными учреждениями мы выезжаем на выездные семинары. И наши специалисты могут на природе, на практике показать, каким образом выявляются незаконные рубки, каким образом можно фиксировать следы незаконной деятельности в области природопользования. Открытие центра совпало с 50-летним юбилеем филиала юридического института, что не могли оставить незамеченным партнеры. На протяжении трех лет институт и фонд тесно сотрудничают. Совместными силами стараются сохранить природу и пресечь экологические преступления. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.